Согласно закону Республики Казахстан, на территории города не допускается размещение информационных материалов, не отведенных для этого мест. Далеко не все соблюдают этот закон. Да и о чистоте Караганды можно поспорить. Акимат города, Центр по работе с молодежью, Общественная организация «Мир добра» решили исправить такое положение и провели акцию «Караганда. Чистый город». Наши корреспонденты стали участниками этой акции. Главная задача любой акции – привлечь внимание общественности и каждого карагандинца к существующей проблеме. Волонтеры всерьез взялись за работу. В этом им помогали и сотрудники административной полиции города. За пять дней проведения акции только в центральном секторе Караганды было зафиксировано 50 административных нарушений. 47 человек привлечены к административной ответственности. А это штраф в размере до 20 расчетных показателей только для физических лиц. Для юридических лиц расчетный показатель чуть ли не в 10 раз выше. В данной акции совместно с сотрудниками правоохранительных органов участвует общественная организация «Мир добра», где для жителей нашего города разъясняются статьи нарушения административного кодекса. Волонтеры не только защищали столбы и стены от нароста самодельных объявлений, но и проводили разъяснительную работу совместно с газетами. Раздавали листовки с главами из административного кодекса Республики Казахстан. Карагандинская акция за чистый город – это, конечно, не панацея от всех бед, но, может быть, у кого-нибудь вдруг проснется совесть. Караганда должна стать чистым городом. Это шахтерская столица. А как всякая столица, она должна иметь свое лицо. Сегодня чистый четверг. И ГУ – отдел внутренней политики. По его инициативе проходит акция, которая называется «Караганда – чистый город». В ней принимает участие молодежное объединение, Центр по работе с молодежью города Караганды. С ней принимает общественное объединение «Мир добра». Активное участие принимает Казыбек Бийский Акимат, председатели КСК. Также в этой акции активно принимают участие собственники билбордной конструкции. Скажите, кто откажется отдохнуть в чистом сквере? Вокруг зелень, благоухают цветы. Да просто пройти с семьей доставляет удовольствие. Но нет. Некоторым легче выкинуть мусор из окна, чем вынести его. В этом мы убедились, побывав на улице Кривогуза, в новеньком сквере, практически в центре города. Конечно, никто не откликнулся. А вот участковый инспектор пообещал во всем разобраться. Ведь подобные подарочки летят из окон регулярно. Казалось бы, что проще – взять свой бытовой мусор и выбросить его в контейнер, специально для этого призназначенный. Две секунды. Но нет. И хотя наши люди в булочную на такси не ездят, тем не менее добиться от них соблюдения чистоты и порядка в городе довольно сложно. Неужели только штрафные санкции их могут подвигнуть на соблюдение вот этих элементарных правил? Акция продолжается. Это только пилотный проект. Далее будет проведен флешмоб «Творим свое завтра». Уборка расклеенных в неустановленных местах объявлений тоже продолжится. Будут отслеживаться самые грязные улицы и выясняться причины загрязнений. Мы – зачистый город. Мы, как молодежь, должны в первую очередь очищать свой город и стремиться на то, чтобы наш город был экологически чистым. В современном веке объявления ушли уже давно в прошлое, и поэтому более альтернативный вариант – это создавать газеты бесплатных объявлений. На то и направлены наши действия. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.